Артемий Троицкий, писатель, педагог, телерадио ведущий. Артемий, приветствую вас. Да, Питер, привет, витаю. Витание, витание. Артемий, вопрос к вам, как к человеку, находящемуся в зоне Евросоюза. 8 сентября 2023 года в Еврокомиссии разъясняли санкционное законодательство, которое было принято по поводу въезда, пересечения границы на автомобилях с российскими номерами. Это действие будет расцениваться как запрещенный импорт, само пересечение этой границы на автомобилях с российскими номерами. И не важно, импортируется ли автомобиль из России или имеет российское происхождение. Также не важен срок, на который его, собственно, ввозят. Ну и Польша недавно, последние пару дней назад, официально запретила въезд на автомобилях с регистрацией в Российскую Федерацию. То есть попасть теперь в шенгенскую зону на машине с российскими номерами в теории теперь можно только через границу с Норвегией, которая не входит в ЕС, и Норвегия пока не приняла решение, что делать по этому поводу. Как вы вообще расцениваете эту ситуацию? Ну что касается въезда в Балтийские страны, в частности в Эстонию, я так понимаю, это решение распространяется на Эстонию. В целом согласны ли вы с этим вообще? Потому что, я так понимаю, среди российской миграции, либерально-демократической, очень сильно эти мнения разошлись. Ну, насколько мне известно, среди российской миграции мнения на этот счет практически не разошлись. Я наблюдаю удивительное, просто уникальное единодушие. То есть ФБК Навального и Максим Кац, Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, Шульман и Соболь. В общем, все на самом деле невероятно дружно встали грудью против этого решения. То есть я был бы рад, если бы российская оппозиция была так же солидарна и так же едина в каких-то более важных и принципиальных вопросах. Скажем, в вопросах о войне в Украине, в вопросах, скажем, о выборах в России и так далее. Но там они все спорят друг с другом. А здесь вот они наконец-то, наконец-то встали едиными рядами против решения ЕС. Но я хочу сразу сказать, что решение было на самом деле принято Евросоюзом. Поэтому всякие обвинения и упреки в адрес Эстонии, Латвии, Литвы и примкнувшим к ней Финляндии и Польши, в общем-то они беспочвены. Потому что евросоюзовское постановление и, соответственно, страны-члены Евросоюза должны его исполнять. А Норвегия его потому и не исполняет, что она нифига не член Евросоюза. И вольно поступать, каким хочется. Другое дело, что до российско-норвежской границы еще доехать надо. А это все очень и очень непросто, поскольку речь идет о Мурманской области и Крайнем Севере. Лично мое отношение к этому решению, я бы сказал, кисло-сладкое. То есть я считаю, что это решение очень спорное. Его можно объяснить, но вряд ли можно полностью оправдать. И я считаю, что тут надо рассматривать просто какие-то плюсы, какие-то минусы, какие-то вещи разумные, какие-то вещи совершенно идиотские и чисто эмоциональные. И в результате, в общем, на месте какого-то твердого решения возникает какая-то каша из аргументов. Ну или срач, говоря по-русски. Я считаю, что, конечно же, главная, скажем так, моральная претензия к этому решению или постановлению, как оно называется, заключается в том, что с одной стороны действительно не въедешь на машинах с русскими номерами, что, скажем, больнее всего ударит, например, по жителям приграничных районов, скажем, Псковской и Ленинградской области, которые с покона веков занимаются тем, что ведут приграничную торговлю с Эстонией, Латвией и так далее. Ездят туда, значит, эти челноки, что-то привозят, что-то увозят, ездят обратно, там продают и так далее. Вот для них это, на самом деле, удар такой практически смертельный. Может, одно дело ехать там на каком-нибудь там этом Хендайе или Шкоде, вот, или Жигулях, а другое дело тащить эти клетчатые сумки на собственном горбу. Вот для них это очень плохо. Тут возникает вопрос, а неужели это вот эти вот люди, вот эти вот челночники, кто развязал войну, кто финансирует российскую агрессию против Украины? Ну, разумеется, нет. А вот очень многие из тех, кто эту войну реально финансирует, они по-прежнему, там всякий русский олигархат, там и прочее, и прочее, список очень длинный. Какие-то и чиновники, и промышленники, и даже силовики, которые до сих пор находятся ни под какими, ни под санкциями. Ими, естественно, ну, совершенно необязательно ехать через границу на своем майбахе. У них как раз будет достаточно денег для того, чтобы, скажем, полететь бизнес-джетом. А на бизнес-джеты вот эти вот мудацкие санкции, они не распространяются как-то, не странно. И какие-нибудь там эти президенты компании или министры, замминистры и так далее из России продолжают летать и по делам, и на отдых в страны Евросоюза. Так что, в общем, тут, конечно, имеется много вопросов к Евросоюзу. Вот. Единственное, как бы, чем можно этот шаг оправдать, так это тем, что просто европейцам русские уже вот так вот стоят, просто с вилами к горлу. Надоели, задолбали и прочее, и прочее. В том числе и те, как бы, относительно невинные русские, которые тоже приезжают в страны Евросоюза, и, в частности, там в какие-то эти южные курортные страны, и начинают там сжечь украинские флаги, петь нацистские песни. Ну, вот как вот недавно показывали там из Грузии, да, какой-то видеосюжет, где там российские туристы, там какие-то пьяные тёлки и так далее, пели песню «Я русский» на проспекте Руставели, где-то в его окрестностях. Вот. Достали они, достали, и, конечно, хочется, чтобы их не было. Вот. Но для того, чтобы их не было, в общем-то, больше подходят ракеты «Таурус», чем «Кордоны». Тоже верно. Я хотел просто добавить здесь голос нашего коллеги Липа Намарёва. Он в своём фейсбуке, в своём посте пишет, что Европа не должна думать о смене власти в России в контексте, что там полезнее или наоборот, для российской оппозиции и российских граждан. Она должна думать о своей безопасности и безопасности своих граждан, исходя из этого, и принимаются все решения. Поэтому, прежде чем что-то требовать от Еврокомиссии или стран Балтии, вы должны сначала продемонстрировать, что вы финансируете «Легион свободы России», который действительно сражается против путинского режима. Вот. Поддержите, докажите, что вы на деле боретесь против Путина, и только после этого будете задавать Европе любые вопросы и подавать просьбы, а не наоборот. Это позиция Липа Намарёва. Но тут ещё очень важный момент также о теме. Вы действительно сказали, что во многом эти решения абсурдны, учитывая, что Евросоюз одновременно продлевает санкции против почти 1800 граждан Российской Федерации и юрлиц, и одновременно снимает санкции с четырёх россиян. И, судя по всему, эти россияне – это Александр Шульгин, бывший гендеректор ОЗОНа, миллиардер Фархад Ахмедов, полковник вооружённой федерации Шуваев, который погиб в Украине осенью 1922 года, то есть, судя по всему, были сняты санкции или посмертно, или последние дни его жизни, не знаю. И Григорий Берёзкин. Вот это сейчас очень скандальная история. Эти все бизнесмены известны тем, что были долгое время очень близки к Владимиру Путину. Это понять очень сложно и наталкивает многих на такую мысль, что тут задействованы какие-то коррумпированные деньги, может быть, коррупирование европейских чиновников, понять, почему они были выведены из санкций, невозможно. Согласен. Согласен. Я тоже думаю, что какие-то взятки, какие-то услуги за услугу и так далее, то есть, коррупция, в общем-то, это тут наиболее вероятная версия. Через лоббистов и так далее. Опять-таки, коррупция в европейском таком, знаете, духе, она тоже присутствует. Присутствует, увы. Артемий, я хотел бы спросить у вас, ну, разумеется, мы не можем не поговорить о неких ярких представителей российской эстрады или бывших представителей российской эстрады, или бывших представителей бывшей российской эстрады, учитывая, что я, по сути, сейчас уже в том понимании нет, как вы неоднократно говорили и говорите в ваших интервью. Вот речь идет о латвийской певице Лайме Вайкуле. Да, она латвийская певица, но, как бы, канонический персонаж и для российской современной культуры. И вот она в интервью украинской журналистки Натальи Масийчук заявила, что в контексте разговора по масштабному вторжению Российской Федерации в Украине, а также о диктаторской политике Путина, что человек, Путин, не может быть у власти так долго. Давайте послушаем полное это заявление. Почему Путин по чавейну? Человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Вот даже артисты, которые популярны там какое-то время, они думают, что они избранные, такие особенные. Они забывают, что они просто люди, как все. И вот то же самое, мне кажется, произошло с Путиным. Он просто сошел с ума. Со стороны российских властей тут же последовала гневная реакция. Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Журавлев призвал лишить Вайкула бизнеса в России. Он заявил, что Россия должна ответить ударом по карману певицы, которая критикует Россию и расхваливает Украину, а также ее президента Владимира Зеленского. А вот скажите, пожалуйста, вот такие реакции российских властей, они, опять-таки, наверное, ответ лежит на поверхности, они все-таки указывают на то, что встревожены российские посипаки, скажем так, Путина, и сам Путин, и Кремль, все-таки остающиеся это еще авторитетом этих лиц, и тем, как они могут, в принципе, продолжать это свое влияние на умы, на сознание рядовых россиян. Ну, во-первых, смешно, что высказался депутат Журавлев, который сам такой очевидно чокнутый. Это вот тот, который говорил о том, что в европейских публичных домах с черепахами трахаются и так далее. То есть это просто фрик такой реальный. Вот. Ну, что касается до Лаймы, ну, во-первых, я не думаю, что Лайма Вайкуле обладает таким уж влиянием на умы россиян. Алла Пугачева – другое дело. Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич – тоже другое дело. Ну, Лайма просто никогда не слыла невеликим интеллектуалам, никакой-то политически ориентированной фигурой. Поэтому не думаю, не думаю, что в этом смысле к ее словам сильно прислушиваются. Кроме того, я не уверен, что вот то, что она сказала, сравнив политических диктаторов с артистами, что это абсолютно верно. В общем-то, я боюсь, что с диктаторами дело обстоит именно таким образом. То есть они действительно, они потому и цепляются за власть десятилетиями, как там всякие африканские, азиатские, российские, вот, что они действительно сходят с ума, панически боятся эту власть потерять и так далее. Что касается до артистов, то артисты очень по-разному себя ведут. Бывают такие, как там Кобзон или Фрэнк Сенатора, которые там до гробовой доски пытаются, значит, песенки петь и представляют себя суперзвездами. Бывают такие, как, скажем, Алла Пугачева, которая совершенно спокойно приняла решение закончить свою карьеру и посвятить себя исключительно личной и семейной жизни. Так что артисты все-таки люди более здоровые в ментальном отношении, чем политики. Ну и вот к разговору о подобного рода музыкальных деятелей, вот, Макаревич, я думаю, вы не будете спорить о тебе, что все-таки он имеет еще и, наверное, куда более серьезное влияние на свою огромную фэнбейс, да, своих фанов в Российской Федерации, которые остаются ему верны. И вот он дает новое интервью российскому ютуб-каналу, где заявляет, что из-за прихоти одного дяденьки сломала жизнь у пары миллионов людей, а пара сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти, и это продолжается каждый день. Вот давайте глянем на это заявление. Это одна страна вероломно напала на другую, из-за этого получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. И говорят, а как же так? А вот так. Понятно объясняю, нет? Нет, ну хорошо. А почему из-за этого жители России не могут получить лекарства? Потому что это их президент принял решение. Они в ответе за своего президента. Они же как бы его выбирали, правда? У него же огромный рейтинг. Его же очень любят россияне. Ну, а думайте, ребят. Ну, то есть, получается тогда, что всем нужно уезжать из-за президента? Я не знаю, что получается. Получается, что с войной надо заканчивать. И давно. Получается, и те, кто не поддерживают президента, и СВО, и прочую текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Так замечательно получилось, что из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. Понимаешь? А пару сотен тысяч были убиты из-за этой прихоти. И это продолжается каждый день. Всё хорошо? Ещё раз. Кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Вот кто напал, тот не прав. И хватит пиздеть на эту тему. Это очевидно. Снимая шляпу перед молодым человеком, который сделал интервью, я знаю, что вы много лет уже лично знаете Андрея Макаревича. Я пытался с ним записать интервью на слово нового Гельмана ещё пару лет назад, до войны. Это нелёгкое занятие. То есть он сам предупреждает, что все ваши вопросы, заранее говорю, банальны. Вы мне все надоели и так далее. Ну, видимо, человек действительно уже во многом устал. Ещё с 2014 года была организована травля Андрея Макаревича, и очень такой путь прошёл он от человека, который был достаточно близок к Кремлю. Он был неоднократно замечен в компании Медведева, из Путина сидел, и всячески его пытались обласкивать обитатели Кремля. Но, судя по всему, Андрей Макаревич уже окончательно порвался, с какими-то надеждами даже вернулся в Россию сейчас при нынешнем раскладе. Ну, всё правильно, Питер, и вы сказали, и абсолютно правильно всё сказал Андрей Вадимович Макаревич. Вот, единственное, я мог бы предположить, что Путин и его шарашка сломали жизнь не двум миллионам людей, а гораздо большему количеству. То есть, если подумать, сколько людей погибло в Украине, сколько беженцев в Украине и так далее, я думаю, там счёт идёт уже не на один-два, а на десяток миллионов людей, по крайней мере. И действительно, и действительно, вот из-за дяденьки и его команды. Так что, да, ну что тут ещё можно сказать? Всё правильно изложил лидер «Машины времени». Артемий, вы слышали новый альбом Бориса Кременчукова «Бог, руки, ног»? Я уверен, что уже прослушали его. Да, ну это такой, это мини-альбом, там четыре песни. Да, хорошие песни в музыкальном отношении, очень милые. Там с ним играет парочка моих любимых музыкантов. Это Альберт Кувезин, тувинский мастер горлового пения. Я его просто обожаю. Вот, и Лео Абрамс, это один из лучших сейчас в Англии, а, пожалуй, даже и в мире гитаристов, который играет и с Питером Гейбриэлом, и с Боуи играл, и со многими другими. Вот, так что, да, хорошие песни, очень мрачные, вот, но от этого не менее правдивые. Ну, то есть можно назвать это таким вот манифестом, да, Бориса по поводу нынешней ситуации. Вот вы упомянули этих актеров, музыкантов, с которыми он работал. Также тут еще есть лондонский электронщик, такой Эмре Рамазану Глу. Вот этого нет. Да, и вот он работал с ним, с этим музыкантом на песне «Не стой над душой мама», вот, которую можно назвать таким вот как раз манифестом. Если позволите, я просто прочитаю «Ослепительно юны, мы вышли из дома, будем знакомы. Мы табула раса, мир ждет только нашей руки. Но ломые крюки и серийный убийца в глазах военкома не сдали на мясо еще до рождения, но цепи их не слишком крепки». Ну, мы знаем, что Бориса Гребчукова уже признали иностранным агентом, и ближайшие его концерты состоятся в Лимассоле, Милане, Венеции и других европейских городах. Ну, а вот первый раз за год есть группа российская, концерт которой не состоится. Это 16 сентября в Лужниках, дожды были выступить в Ленинград. Я знаю, вы тоже комментируете эту ситуацию недавно, и со Шнуровым были в свое время очень близко знакомы. Так вот, это выступление не состоится по причинам, независимым от организатора, говорилось в сообщении. Ну, прошлой осенью Шнуров заявил, что концерты в Питере были отменены из-за конфликта с губернатором города Бегловым. Тогда же артист прокомментировал участившийся случай отмены выступления других музыкантов. Я считаю, что это не сильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят, что хотят. Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить. Но, судя по всему, его как раз сейчас и решили заглушить из-за определенных высказываний, может быть, в музыкальном формате. Я имею в виду определенный клип. Как вы это понимаете? Там был замечен Евгений Пригожин. Ну, да, такая популярная версия. Кажется, Собчак ее выдвинула. Заключается в том, что Шнуров был наказан за свою, не скажу, дружбу, но, по крайней мере, сотрудничество с Евгением Пригожиным. Он, на самом деле, написал музыку, по крайней мере, к одному его фильму. Он писал ему какие-то частушки эти антибегловские и так далее. Вот. Я не думаю, что это главная причина, потому что с Пригожиным очень много кто дружил, в том числе и с публичных людей, начиная с Владимира Путина, прямо скажем. Я думаю, что тут несколько векторов сошлось. То есть, помимо Пригожина, это, я думаю, и старые претензии к Шнурову. Потому что Шнуров, он же всегда был похабником, хулиганом, пел исключительно матом и прочее, прочее. И если раньше, в десятые годы, особенно в нулевые годы, это ему все сходило с рук, поскольку, в общем-то, все были настроены благодушно и весело, то теперь, разумеется, разворачивается вся эта раскрутка новой идеологии, традиционные ценности, скромность, скудость и все такое прочее. И, в общем, тут уже как-то не до мата, не для распущенных этих половых связей и так далее. Вот. И Шнурова-то еще тогда поливали всякими жалобами, кляузами и так далее. Писали там какие-то возмущенные родители или там разгневанные какие-то учителя. Вот. Но если раньше на это не обращали внимания так спокойно, то теперь, я думаю, решили обратить, потому что, да, не скрепно все-таки творчество Шнурова. Вот. И пропагандирует он, соответственно, алкоголь и наркотики. Ну, слава богу, хоть ЛГБТ вроде бы не трогает никак. Вот. Это вторая причина. А третья причина и, на мой взгляд, главная заключается в том, что, скорее всего, Шнуров просто отказался сотрудничать с нынешней пропагандой. То есть, в принципе, Шнуров очень ценный кадр для Кириенко, вот, для всей этой администрации президента, для этой музыкальной попсовой, роксовой пропаганды и так далее. Ну, что он один из самых известных наших артистов. Уж точно более популярный, более известный, авторитетный, чем кто бы то ни было из рокеров. Я имею в виду, там, Сукачев, Бутусов, я уже не говорю, там, про всякую Шушеру, там, типа, Голланина, Вадима Самойлова и так далее. Вот. Он реально популярен. И я думаю, что к нему просто подъехали какие-то люди. Скорее всего, значит, или Кириенковские, или Минкультовские, а может, даже и какие-нибудь, там, ФСБшные, вот, и сказали, давай-ка, Серега, что-то ты про СВО никак не высказываешься, вот, пора тебе съездить на Донбасс. И, понимаете, что-нибудь там в таком духе. То есть, примерно такую же с ним хотели провернуть историю, как с этим несчастным, этим жалким Ромой Зверевым. Ну, Шнуров, Шнуров, ну, я его действительно хорошо знал, вот, хотя последние лет пять мы с ним никак не общались, тоже по понятным причинам, вот. Но Шнуров человек умный, и он, в общем-то, стратегию чувствует и видит не на полшага вперед, а на несколько ходов. И он, конечно, прекрасно понимает, что если он сейчас себе угробит репутацию, став, значит, этим самым СВО-лачью, да, вот, то, в общем-то, это его дальнейшую карьеру при каких-то поворотах политической жизни угробит. И ему это не надо. Кроме того, я думаю, ему совершенно не надо, скажем, попадать под западные санкции, лишаться недвижимости за границей и так далее. Он парень очень богатый. То есть, он был одним из самых высоко гонорарных артистов, а может быть и самым, в Российской Федерации. То есть, я так думаю, что запасы денежные у него огромные. Скорее всего, хранятся не в сберегательной кассе, а в каких-нибудь там квартирах, виллах, ницах, Майами и так далее. Вот. И лишаться всего этого, следом за Владимиром Соловьевым и тому подобным, значит, неудачниками, лузерами, вот, ему совершенно не хочется. Поэтому, я думаю, что когда к нему вот подъехали так вот товарищи, значит, в штатском, скорее всего, вот, то он как-то вежливо, значит, ушел в отказ, сказав, ну, там что-нибудь типа, что я не в форме, что я себя плохо чувствую, что у меня что-то новая песня не пишется. Тем более, что это правда, на самом деле. Песня у него совсем не пишется последние годы-два-три. Вот. В общем, по-видимому, отказался от предложения, значит, от которого обычно, обычно всякие придурки не отказываются. Он отказался просто потому, что не дурак совсем. При всей своей ушлости, цинизме и так далее. Но не дурак. Я думаю, что это послужило главной причиной того, что ему отменили концерт. И если он не согласится и впредь, то можно не сомневаться, что его внесут так или иначе в какие-то черные списки. А если мы увидим, что напротив опаньки и стадионный концерт Сергея Шнурова и группировки «Ленинград», то тогда можно быть уверенным, что Шнуров прогнулся и сломался. Артем, как всегда, очень интересно. Спасибо, что приоткрыли в очередной раз завесу над жизнью или выживанием эстрадного бомонда в период позднего путинизма. Никто, как вы, хорошо так не понимает все тонкости этого очень зыбкого существования. Спасибо большое. Артемий Троицкий, писатель, педагог, радиоведущий, телерадиоведущий был с нами. Спасибо. До побачения. До побачения.